Для начала берем сковород, ставим на огонь, чтобы подогрелось, и наливаем туда оливковое масло. Нам понадобится рыба. В данный момент я использую замороженные, но любая рыба пригодится тут. Надо немножко муки и заранее уже приготовленный соус. Соус из лимонного сока, чеснока, петрушки. И все это мы замешиваем в блендере. Потом берем рыбу, кусочки рыбы, и перемешиваем с мукой чуть-чуть, без соли, без перца, и кладем на сковородку, чтобы они начали подрумяниться. Они не должны быть обжарены сильно, только слегка недоварено румяного цвета, потому что мы будем потом его варить в соусе. Для гарнира я использую рис. Рис в асмати, который варится обычным способом. Рыба у нас уже готова. Ровно столько, сколько надо варить, но поджарить. Я вынимаю из сковородки рыбу, кладу на тарелку, и там же, в той же сковородке, где даже остались кусочки рыбы, я добавляю туда рубленный лук и 3 зубчика чеснока. Но не сильно. Потом, после того, как будет готов у нас лук и чеснок, я туда добавлю тот соус. Между прочим, это по-испански называется сальса. То есть томатный сливочный, любой соус они называют сальса. Добавляем туда, напоминаю, ингредиенты соуса. Это у нас оливковое масло, чеснок 2 зубчика, лимонный сок из 2 лимонов выжатый. И еще петрушка. И все это я перемешиваю с помощью блендера и добавим туда. Чуть-чуть добавлю сюда воды, чуть-чуть. Потом ложку, только одну столовую ложку муки. Опять чуть-чуть воды, перемешиваю и кладем туда-обратно рыбные филе, уже заранее обжаренные, слегка обжаренные. Подождем несколько минут, минут 5. Минут 5 достаточно, чтобы рыба уже полностью была готова и в соусе. Вот у нас уже рыба готова. Сейчас я буду выкладывать его на тарелку вместе с гарниром. Итак, дорогие друзья, приятного аппетита! Вот у нас уже готово блюдо с рисовым гарниром. И рыба в очень вкусном и интересном соусе. Рыба называется бакала. Но я, как сказал в самом начале, любая рыба подойдет, которая белого цвета и имеет мягкое филе. Если вам понравилось видео, подпишитесь на мой канал Ютуба и Фейсбук, чтобы вновь встретиться и вместе с вами приготовить новое и интересное блюдо. Всего вам доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова